И не зря же, наверное, все-таки в жизни что-то бывает. Вот даже если взять большую политику, да, там, в нормальных странах, да, избирает парламент на пять лет, два срока, руководитель стран избирает на два срока, не более, там, десять лет, да. Десять лет я был активно в бизнесе, десять лет сейчас в политике, да. И внутреннее, что нужны какие-то перемены, нужно, так сказать, двигаться вперед. И у меня давно еще, я в девяносто четвертом году начал писать книгу, да, о годах бизнеса. Я сел за нее в 2001 году, к десятилетию независимости, я хотел выпустить и книгу, и фильм. Даже по этому поводу я встречался в Москве с Тимуром Бекмамбетовым, с Бахтом Килибаевым. Мы обсуждали сценарий, они сказали, Булат, классно, надо снимать, давай вперед. То есть все это откладывалось, откладывалось и откладывается, понимаете. И сейчас я вот уже, наверное, второй год внутри у меня ощущение, что нужны перемены, нужно, так сказать, делать новый какой-то этап жизни начинать. И давно кино, теле, документальная продукция какая-то нужна, нужна книга о нашем времени, о том, что мы, кто мы. То есть я считаю, что это будет не менее играть тоже такую, может быть, важную роль влияния на общество, на общество, просветительские какие-то тоже задачи ставлю перед собой, да, не только вот обязательно быть с утра до вечера в политике. Жизнь, она многообразна. Я могу сказать, что я был в гуще многих событий 90-е годы, 2000-е годы, да. Так что есть что сказать, есть что написать. И я не всегда приветствую, когда люди пишут, когда уже человек сам давно на пенсии, глубоко, так сказать, уже в возрасте. Тех людей, о которых он описывает, их нет в живых. Ситуацию уже никто не помнит. А есть задача, чуть-чуть, особенно сегодня нашему молодому обществу, да, люди, кто в интернете много времени проводит, показать, на самом деле, какие были 90-е годы, да, что мы хотели, о чем мечтали. То есть книга будет о разном, и фильм будет о том же, да. Мы прожили, условно говоря, жестокий 20-й век, да, казахская степь, казахский народ. Какой он был, что было. Я пока считаю, что никто не приступал к этим темам, да. Попробуем, что получится, посмотрим. Но я считаю, что будет не меньший, наверное, эффект по влиянию, по просветительским каким-то моментам. Я вспоминаю 2002 год, мне вручили премию «Алтын Жулдус», телевизионную премию за лучшие ток-шоу. Так что опыт у меня какой-то есть, телевидение, творческий. Так что посмотрим, что из этого получится. Мы вручали премию «Тарлан», это тоже чуть-чуть к творчеству имеет отношение, вот, к культуре. Так что все впереди, обязательно вернемся. Никогда не было мыслей покинуть нашу страну, мою любимую родину. Это наш мой Казахстан. Я живу уже много лет в Алматы, и буду жить дальше. То есть у меня нет планов эмигрировать, уезжать. Ясное дело, абсолютно нет. То есть я считаю, что я, мои дети будут здесь. Разочарование это всегда, когда бывает предательство. Ты идешь с людьми, ты им веришь, ты им доверяешь, ты им открываешься. Я человек откровенный. Если я с кем-то работаю, с кем-то общаюсь, я максимально, так сказать, доверяю человеку. И вот когда в трудные минуты находиться в оппозиции нужен дух. Ты должен понимать, что ты вышел на серьезную, так сказать, как бы дорогу. Будут преследования, аресты, не знаю, запугивания, суды, какие-то неправедные другие действия. У меня был бизнес, который во многом, так сказать, был потерян из-за того, что я оказался в оппозиции, да? Но я ни о чем не жалею. Я не жалею. И вот разочарование вот от того, что люди, которые были рядом, которым ты доверял, оказались просто слабы духом, оказались предателями, были расколы, были другие разочарования. Вот, наверное, это. Как теперь будут обстоять дела в партии? Будут какие-то аркировки? Кто займет в машине? Ну, вы знаете, де юра мы существуем, де юра якобы, только на сайте ЦИКа. Де юра и де факто, если брать серьезно, то мы объединились с партией ОСДП в 2009 году, 4 года назад, через месяц будет 4 года, да? 24 октября. То есть это произошло, это было фактическое объединение, слияние, да? Но власть несколько лет не регистрировала, и фактически сегодня партия АЗАД, да юра де факто, нет. То есть вот такая ситуация. С одной стороны. Поэтому двигаемся вперед, все только начинается. Ну и кто возглавит ее пока? Нет, мы этот вопрос не обсуждали, то есть мы этот вопрос так, как бы мораторий заморозили. Кто-то может сказать, вот именно сейчас, а почему не раньше, почему не позже, удачное время, неудачное. Но еще раз, это мой выбор, это мое видение ситуации. Поэтому я вот принял такое решение, на самом деле серьезное, непростое. Но еще раз считаю, что жизнь интересна, то есть не сидеть на одном месте, да, двигаться вперед. Кто-то, если выбрал себе путь в политике, думает, все, это пожизненный путь, я вот добился какого-то кресла, руководителя чего-то, и это мой жизненный, так сказать, путь и до конца, ну, для меня это не совсем так, не совсем так. Еще раз я вернусь в политику, но я считаю, что мы должны быть гибкие. Даже вспоминая 2001 год, когда меня выгоняли в декабре из парламента, я ходил, улыбался, и мне многие говорят, ты что, Булат, надо идти договариваться, чего-то, кого-то пообещать им, сказать там, изменить свое решение, что-то. Я сказал, ребят, вы что? Вы что считаете, что депутатство, это вообще, не знаю, моя мечта была или потолок моей жизненного пути, или карьера? Абсолютно нет, ребят, я завтра выйду, вернусь в бизнес. Я руководил футбольной командой, Кайрат несколько лет спонсировал ее, мы добивались успеха в футболе Казахстана. Я, так сказать, давно тогда же и как планировал книгу писать, фильм, так что много чего в жизни интересного, так сказать, а если кто-то думает, что вот он обязательно должен сидеть и что-то вещать или называться председателем партии, ну, это не совсем точно. Продолжение следует...